привет друзья с вами ухты кухня кто со мной давно знает что я большая любительница выпечки на сковороде сегодня решила показать как пеку пасхальный пирог пасху кулич кому как больше нравится без духовки начну с опары 150 миллилитров теплого молока добавляю 15 граммов прессованных дрожжей немножко их разминаю конечно же можно заменить на сухие дрожжи тогда понадобится 5 граммов это одна чайная ложечка сразу сюда добавляю 2 столовые ложки сахара из общего количества все ингредиенты я напишу в описании под видео друзья хорошо перемешиваю чтобы дрожжи растворились это важно когда дрожжи растворились добавляю муку тоже из общего количества примерно 3 столовых ложки муку я просеяла снова хорошо перемешиваю смесь получается жидкая добавлю еще одну столовую ложку муки здесь друзья даже если комочки немножко остались не страшно мы их потом разобьем в тесте все убираю ложку накрываю блюдцем и ставлю в теплое место на 15-20 минут у меня это будет подоконник друзья на улице прекрасная погода также мне понадобится 100 граммов изюма какая же пасхальная выпечка без изюма друзья заливаю его кипятком пусть тоже минут 10-15 постоит беру большую удобную миску понадобится три яйца одно я разбиваю целое сюда а эти два белочки в отдельную миску они мне понадобятся для украшения а желток сюда есть к яйцам добавляю оставшийся сахар общее количество у меня было 100 граммов сюда же 10 граммов ванильного сахара пол чайной ложечки соли все хорошо взбиваю с помощью миксера в пышную пышную массу сначала на небольших оборотах а затем увеличиваем вот такая вот пышная красивая масса у меня получилась друзья достаточно посмотрите уже опара подошла какая красивая миллионы пузырьков выливаю яйца и прям так аккуратничаю друзья но реально такая воздушная смесь снова перемешиваю и начинаю друзья водить муку еще раз ее просеиваю до выпечка тогда просто обалденная и начинаем замешивать тесто должно получиться густое густое гуще чем на сметану но она не замешивается вручную просто венчиком будет достаточно разобью комочки которые есть еще немножко муки у меня было 300 граммов и вижу что как раз хорошо продолжаю какая красота посмотрите такое вот тянущее тесто густое должно получиться без комочков на этом этапе добавляю 80 граммов сливочного мягкого масла его не нужно растапливать просто заранее достаю из холодильника и начинаю вмешивать тесто друзья готова вот такое вот густое эластичное блестящее и красивое изюм уже тоже настоялся все друзья очень быстро сливаю водичку выкладываю на сухое полотенце и промакиваю можно на бумажное полотенечко тут как вам больше нравится и удобно берем прямо с полотенцем выкладываю на стол и немножечко присыпаю мукой совсем чуть-чуть перемешаю и только сейчас добавляю в тесто а чтобы изюм не оседал а хорошо распространился по всему пирогу и даже в куличи так делаю это мне подсказали в комментариях идеальный способ снова перемешиваю а как это вкусно а как же это мягенько ароматно все друзья тесто готово убираю венчик готовое тесто накрываю пищевой пленкой зубочисткой делаю несколько дырочек чтобы тесто дышало и убираю в теплое место часика на полтора друзья сдобное тесто подходит дольше меня сегодня спасает подоконник еще и полотенце кому так накрою все ты знаешь что когда работают с тестом говорят тихо тесто любит тишину ласку любовь вот так вот чтобы знал сейчас друзья покажу что я буду делать дальше посмотрите какая красота тише говори сейчас беру сковороду у меня 26 сантиметров диаметром на низ подстрахуюсь выкладываю пергаментную бумагу силиконизированную если у вас обычно смажьте растительным маслом посмотрите какая красота сережа покажи пожалуйста вот сколько здесь пузырьков видно ой видно друзья сейчас беру и перекладываю тесто аккуратно ничего не перемешиваю сковороду серёга снимай этот шикарный момент всего до последней капельки да тесто очень вкусно получается конечно же хозяюшке можно испечь этот пирог или куличи сделать по формам и в духовке сейчас аккуратно лопаткой распределяю тесто по всему дну по всей сковороде чтобы было более менее равномерно вот такая красота получилась сейчас накрываю крышкой и оставляю еще минут на 15-20 а прям вот так друзья на плите у меня на кухне сейчас тепло духовка работает прошло 20 минут показываю что у нас здесь папа тесто поднялось убираю зажигаю огонь и делаю минимальный какой только смогу на своей газовой плите а примерно вот так вот чтобы только немножко мерцало ставлю сковородку и сейчас друзья еще одна фишечка так как тесто может сильно подняться и чтобы она не прилипла крышки накрываю пергаментом и только потом крышку все засекаю время 30-35 минут не буду трогать сейчас хозяюшке покажу как я ориентируюсь потому пора ли уже переворачивать пирог аккуратно открываю отгибаю пергамент аккуратненько сережа аккуратно и вот так вот лопаткой отгибаю и вижу что он у меня уже румяный-румяный сейчас беру крышку или тарелку меньшим диаметром аккуратно переворачиваю посмотрите какой красивый и снова опускаю аккуратно сковороду здесь можно лопаточкой вот так вот пройтись поправить он очень мягенький он вообще класс 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 убираю этот пергамент посмотрите какой красивый снова накрываю крышкой и выпекаю 15-20 минут общее время выпекания пирога 40-50 минут а нагрев минимальный ориентируйтесь по внешнему виду пирога по своей духовке у меня комфорка широкая на узкой комфорке может больше понадобиться времени может меньше тут надо приловчиться мой пирог выпекался около 45 минут смотрим что у нас здесь опа пахнет очень вкусно готовность проверяют деревянной шпажкой она должна выходить полностью сухой друзья она полностью сухая он настолько нежные воздушные что я прям по зубочистки это чувствую выключаю нагрев буду остружать хозяюшки на решетке аккуратно горячо опа посмотрите что я здесь натворила ну с этой стороны он немножко поджарился и все же остался красивый да ставьте лайки друзья за такой простой поверьте очень вкусный рецепт я уже вижу что пирог получился просто нежный как пух какой у меня верный пёс талаки сидит возле меня никуда не отходит вкусняшку ждешь лакентий ты мой хлопчик хороший да так друзья пока остывает пирог сделаю самую простую глазурь два белка которые мы оставляли здесь 60 граммов добавляю 100 граммов сахара и ставлю на водяную баню постоянно помешивая смесь нужно растворить сахар помню в детстве на пасху всегда с куличей объедали с братом верхушечки эти сладкие всегда бабушка помню так сердила ли то чего не едите все остальное она была не таким сладким для нас и изюм еще выковыривали детство детство ты куда ушло сейчас проверим растаял или сахар смачиваю пальчики и вот так вот крупинок нету на все отлично снимаю с огня конечно сережка сейчас покажу какой вот такой вот друзья два венчика взбиваем в пышную пышную массу сначала на небольших оборотах а потом ускоряемся чтобы получилось наверняка добавлю щепотку лимонной кислоты сюда и продолжим я думаю достаточно о да как только вот такие вот клювики остаются глазурь готова смотрите какая красота игралась бы и игралась скажи класс убираю миксер сережка зачем ты это сделал так же мне хотелось вот так сделать берем наш остывший пирог и украшаем опа посмотрите какая красота я думаю там мишки останется по облизывать конечно притом и тебе хватит и мне хватит глазурь получилась просто шикарная какая красота ну и последний штрих от художника присыпка до в этом году опять накупила такая она красивая зимой будем тортики украшать друзья мы не будем ничего ждать хочется кусочек ароматного пирога кулича кулича или пасочки кому как больше нравится ой какой мягенький готовы красиво красиво друзья я же хочу попробовать и вам показать какое мягкое тесто получается посмотрите сережка буду ломать посмотрите как пасочка пористая мягусенькая мягусенькая настоящая пасха сережка это очень а верхушка-то ты мне оставил ну бери-бери самое вкусное тебе благодарю вот оно твое мнение хватит пальцевых в кадре ты хочешь мое мнение это очень вкусно похоже на пасху да похоже да она просто еще свежая не стабилизировалась а когда сережка смотрите что творится вкусно же вкусно руки грязные глазурька тоже еще застынет до утра и будет прям вкусно вкусно смотрите а ну давайте разломи вот какая-то красота да красивый срезик прям вообще это заслуживает лайка благодарю тебя я старалась так что хозяюшки пеките пробуйте делитесь своими впечатлениями делитесь своими рецептами тесто получилось просто отличное и крем тоже вкусный сережка ты как ребенок маленький моська вся в глазури ты же тоже показывал кусок пирога в руках был пальцы в миске так вкусно как ладно вырежешь это не будем показывать это смеяться будут с тебя да пусть смеются ложку возьми смотри как сколько здесь у меня просто руки все в креме да и моська тоже дождался целый день ждал все друзья благодарим за внимание до скорых встреч пока пока